Доброе утро! Вы смотрите новости. С вами Анна Москаленко и начну этот выпуск. Барнаульские экстренные службы будут работать в усиленном режиме. Готовность к дежурствам в дни новогодних праздников обсудили на аппаратном заседании городской администрации. Как сообщил глава ГОЧС по Барнаулу Владимир Драчев, сформированы графики дежурств оперативных служб для организации и координации необходимых работ в случае аварийных и чрезвычайных ситуаций. Управление МВД усилит контроль за местами проведения массовых мероприятий. Особое внимание уделят организации безопасности дорожного движения. На улицах города будет увеличена плотность нарядов ДПС. Аэропорт имени Титова хочет увеличить сборы на обслуживание авиакомпаний. Следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы, который проходит общественное обсуждение. Сейчас тарифы за взлет-посадку для российских и иностранных авиакомпаний составляют 845 рублей. Но аэропорт хочет поднять их до 980 рублей за тонну максимальной взлетной массы. Также подорожает обслуживание пассажиров с 206 до 209 рублей за взрослого пассажира на внутренних линиях, с 264 до 305 рублей на международных. Вырастут и сборы за предоставление аэровокзального комплекса. Единственный тариф, который останется на прежнем уровне – сбор за стоянку воздушного судна. Баскетбольный клуб «Барнаул» провел заключительную игру в сезоне. Это был первый баскетбольный матч, который транслировали по региональному телевидению. Горожане на своей площадке принимали Новосибирск. О напряженной концовке расскажут мои коллеги. Самый напряженный матч сезона барнаульские баскетболисты провели перед новогодней паузой. На домашней арене им противостоял другой город Саби – Новосибирск. Матч принципиальный – сибирское дерби. Еще и встречу показали по телевидению впервые за всю баскетбольную историю региона. Игра соответствовала созданному ажиотажу. Во-первых, да, отмечу, что вот за это, наверное, и любят баскетбол. За вот эти броски красивые, да, на последних секундах. Переводы игру «Увертайм», решения на последних секундах. Вот это тот красивый баскетбол, за который мы его полюбили, да, и который нас держит. Первая партия осталась за хозяевами. Вторую уверенно взяли новосибирцы. На большой перерыв команды ушли с разрывом в один мяч в пользу гостей. Но самые жаркие моменты пришлись на концовку. Тогда удача повернулась лицом к барнаульским спортсменам. За секунду до концовки встречи Дмитрий Злобин забросил трехочковый и сравнял счет. 58-58. Игра перешла в овертайм. Я услышал, что их тренер кричит, чтобы они фалили. Поэтому получилось обмануть защитника и бросить трехочковый, можно сказать, свободный. Я попал, и мы ушли в овертайм. Овертайм был еще напряженнее. Сценарий последней партии повторился дважды. Под занавес встречи Мартынов снова спас игру. Трехочковым броском за 4 секунды до конца он сравнял счет. И, казалось бы, болельщиков ждет еще один отрезок, пока новосибирский игрок Александр Лавников не сделал бросок из-за дуги одновременно с сиреной. Арбитры пересмотрели момент на видеоповторе и засчитали результативное действие. Как итог, победа гостей 74-77. Он сразу разворачивается, пуля летит на кольцо и пытается хотя бы его успеть бросить. Это вообще просто, это баскетбольный бог просто улыбнулся нам. Улыбнулся потому, что игра нами была выиграна дважды. Мы контролировали эту игру, мы вели. У нас дважды было преимущество, три очка. Все, что нужно было делать, и была дана такая установка, это при переводе мяча через центр сфалить, чтобы команда соперников била два штрафных. И даже забив их, у нас остается плюс один и опять наш мяч. После этого матча Новосибирск обогнал на одну позицию барнаульцев турнирной таблицы. Горожане располагаются на 10-й строчке. Следующий матч алтайские спортсмены проведут 10 января в Уфе. В Краевой столице игра пройдет 17 января. В гости приедет Кубол Родники из Ижевска. Артем Тарасов, Дарья Кончина, Сергей Балуев. Новости. На этом все новости. Я напоминаю, что больше новостей вы всегда сможете найти на нашем официальном сайте. Катун24.ру, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Мы есть в ВКонтакте, в Инстаграме, в Одноклассниках, в Фейсбуке и в Телеграме. Присылайте свои темы, о самых интересных расскажем в следующих выпусках. А я с вами прощаюсь. Эфир продолжат мои коллеги.